Если пуля случайная, ты в настёрку мою, продырявит в отчаянном и неравном бою. Мальчишки на соседней 34-ке в качестве зрителей, а минусовка с бабушкиного планшета в качестве музыкального сопровождения. Данил Стародубцев специально для нас захотел исполнить солдатскую песню не на сцене, а на танке. А для интервью выбрал самоходную установку УСУ-152. Это было его условием. Но роль этой техники в Прохоровском сражении 7-летний мальчишка не переоценивает. Знает, есть вещи, которые значительно важнее оружия. Почему победили советские солдаты в бою? Потому что они добро. Для чего мы здесь, в таком знаковом месте, на Прохоровском поле, поём эти солдатские песни? Чтобы вспомнить о победе, чтобы никогда-никогда война не повторилась. На Всероссийский фестиваль солдатской песни Даниил ехал четверо суток из Иркутской области. Бабушка – любимый сопровождающий и незаменимый. Ведь в планшете Анны Леонидовны 100 минусовок. Репертуар внука разнообразный, но песни о войне он исполняет особенно эмоционально. Скажите, а трудно объяснить Даниилу, как правильно исполнять военные песни? Вы знаете, мы ему не объясняем. Он сам всё чувствует. Мы просто вот, да, я не знаю, откуда это у него, конечно, но он сам. Вот как он чувствует, так он упоёт. Мы ему не учим там, как встать, как там сесть, как что там сказать. Нет. Исполнять такие песни не сердцем, просто не получится. Уверен Сергей Глухов из Липецкой области. Сюда он привёз своих воспитанниц, детскую вокальную студию «Премьера». И в виде исключения сам вышел на сцену. Упустить возможность выступить на легендарной Прохоровской земле не мог. Это честь. Девочки, вы довольны выступлением своего руководителя? Да. Не фальшивил? Нет. Наверное, когда поёшь такие песни, фальшивить невозможно. Такие песни поются, в первую очередь, душой, сердцем, какими-то эмоциями отдельными. Не поддельными, не подкрупными эмоциями. Именно здесь, 76 лет назад, завершился коренной перелом войны. И здесь погибли тысячи солдат. Эти песни они уже не услышали, но их поют их правнуки. И, кстати, дождь пошёл. Возможно, это небо плачет, вспоминая те страшные события. Тёплый дождь морозит весной, пряча слёзы в закат. До утра в тишине ночной наши вдовы не спят. СОЛДАТ Которые сражались за нашу Родину, но это не все солдаты. Есть и безымянные солдаты, о которых ведётся речь в песне. Человек, может, всё-таки не бессмертный, но подвиг его останется в истории человечества навсегда. Если бы ты сейчас встретил лицом к лицу этих безымянных героев из своей песни, что бы ты им сказала? Во-первых, я бы расцеловала им руки. Если бы не они, мы бы сейчас, может быть, не пели песни, мы бы не танцевали, мы бы не радовались. Я бы сказала им просто спасибо за их подвиг. Поклониться погибшим воинам на сцену, которую собрали прямо на танкодроме, выходили участники из Москвы, Подольска, Вологды, Курска, Воронежа, Ельца. Возраст самый разный, а вот эмоциональное наполнение песен одинаковое. Несмотря на то, что прошло много лет у нынешнего поколения, определённое есть осознание того, что тогда произошло, и того, что это никогда не должно повториться. А память будет жива, пока существуют такие фестивали, и пока родители будут рассказывать детям истории своих дедов. Подождите, родители, защитит вас, сынок. Я вернусь победителем в тихий майский день. Ольга Чёрная, Эдуард Горелов. Такой день на Мире Белогорье.